А вот в соседнем Красноярском крае решили бороться с китайскими мигрантами еще жестче. Накануне заявили в правительстве края, на 2012 год гражданам Поднебесной не выдали ни одной квоты для работы в сельском хозяйстве. Краевые власти объясняют, снижение квот на иностранную рабочую силу идет уже не первый год, и делается это для того, чтобы увеличить занятость российских граждан, в том числе и в сельском хозяйстве. За уменьшение квот и надзорные органы, китайские теплицы с многочисленными нарушениями, для них головная боль. Все эти доводы были учтены при определении квот. По нашему мнению, и опять же, как я уже сказал, анализ Министерства сельского хозяйства, который был проведен, позволяет сделать однозначный вывод, что на рынке пищевой продукции это никак не отразится. Краевые аграрии говорят, китайцы временщики, то, что они делают землей, иначе как издевательством не назовешь. Однако за последние несколько лет бросовыми ценами они задавили практически всех конкурентов на рынке овощей. Сейчас Красноярск на 80% снабжается как раз за счет китайских земледельцев. Если они сейчас уйдут, то последствия будут однозначными. Мы не сможем такое количество, не сможем. Рынок очень здорово сыграет, сработает. Либо цена резко обойдет вверх, потому что, вы сами понимаете, количество и качество. Либо вот эти объемы, то есть рынок выправится, но выправится за счет цены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова